всем добрый вечер скажите как мне видно и слышно отлично в общем обычно я провожу прямые эфиры в аккаунте нашей школы self-made studio но сегодня я решила провести прямой эфир и своей на своей личной странице я уверена что возможно кто-то из вас не знает чем я занимаюсь сегодня тоже об этом обязательно расскажу вам и конечно поделюсь успехами выпускников нашей школы отвечу на вопросе которые вы мне задали директ меня зовут оля слова наверно вы конечно уже об этом знаете я занимаюсь стайлингом и также образовательным проектом для стилистов self-made studio я обязательно потом оставлю ссылки на этот проект если вы о нем не знаете и сегодня я просто хотела немножко рассказать о наших выпускницах в общем-то в один прямой эфир их абсолютно невозможно вместить их очень много и все по-своему классные талантливые на сегодня я хочу рассказать о какой-то первой части девчонок возможно кто-то из вас обратит внимание на них возможно это как-то им поможет я буду очень очень этому рады вообще недавно задумалась о том что нашей школе уже почти пять лет 17 мая мы хотим это как-то отпраздновать и я задумалась о том что просто время летит очень быстро и буквально вчера я только основал эту школу вас практически скоро совсем мы празднуем пятилетие в общем давайте начнем первая девушка который я хотела бы вам рассказать это ольга альт так отсвечивает ольга альт после эфира я оставлю ссылку своих stories где вы сможете посмотреть каждый сделаешь посмотрите их страницы на вопросе обязательно отвечу когда расскажу все все что хотела рассказать в общем знаете такая история у нас учится достаточно большое количество человек в течение года и не всегда есть возможность запомнить абсолютно всех то есть я всех конечно безусловно помню но уже как себя человек проявлял на курсе насколько он талантливо делал работы у меня нет возможности как-то удержать в голове и я помню прекрасно олю но совершенно не могу охарактеризовать ее как она себя показывала во время курса и последние наверное года полтора оля просто поражает меня своими съемками потому что мне очень близок ее вкус она делать действительно классные работы частью вам некоторые из них покажу к сожалению немножко отсвечивает в любом случае вы потом сможете посмотреть на по ссылке в моих stories работы каждой ученицы если среди тех кто меня смотрит есть фотографы я вам очень рекомендую обратить внимание на олю мне очень хорошее видение оля работает с различными брендами она фриланс стилист и кстати я заметила что сейчас в принципе такая тенденция если раньше все стремились работать в медиа в печатных медиа в онлайн медиа то сейчас действительно тренд на создание контента на какие-то свои независимые съемки оля конечно так и делает но также он безусловно работает над проектами которые являются ее заказчиками смотрите как здорово очень люблю этот снимок очень красивый по цветам по позе такая история кстати вот о том что я не всегда помню работа студентов и как они себя показывали на курсе это очень показательная история потому что школа она может конечно задать вектор безусловно но все что происходит после школы это работа каждого из учеников самостоятельно над собой поэтому сказать что все наши выпускницы стали такими классными потому что мы молодцы тоже на сто процентов нельзя ведь они каждая провели очень большую работу над собой мы всегда говорим о том что главное оружие стилиста главная задача стилиста быть очень насмотренным человеком насмотренность она конечно в рамках школы ее невозможно набрать но что такие вещи они в принципе нарабатываются годами месяцами просмотров различных изображений походов кинотеатры в музеи изучение архитектуры искусства ну в общем очень очень много всего но мне кажется я верю в то что мы задаем очень правильный вектор потому что такого количества мне кажется ну правда талантливых ребят которые подают именно современную картинку я сейчас говорю не про коммерческую историю да не про так называемую позавчерашка вот именно современную историю мне кажется у нас есть чем гордиться в этом плане а следующая девушка о которой я хотела бы вам рассказать это вика чураева больше известная как вика салават вика приехала к нам учиться на курс для иногородних студентов мне кажется это было может быть два года назад а может быть даже уже и три года назад в общем она конечно очень интересная девушка потому что когда она начала стилизовать свои работы в рамках курса я поняла что ее внешний вид не совсем коллерируется да бьется с тем какие работы она делает и она делала действительно все очень классно и тогда у нее был однокурсником Кирилл Шаповалов возможно вы знаете тоже такую персону сейчас очень популярный диджей постоянно ездит играть в Москву в Берлин он также из Санкт-Петербурга и мне кажется это дружба они так друг на друга повлияли и через какое-то время Вика просто поразила меня тем насколько сильно она переработала свой персональный стиль сейчас конечно такое время знаете если раньше за стилиста отвечали его работы в портфолио то сегодня безусловно внешний вид стилиста также имеет огромное значение потому что все уходят в интернет все стараются создавать какой-то классный контент мы недавно сделали вывод что даже среди дизайнеров очень популярны те ребята которые сами как-то транслируют эстетику своим внешним видом например вспомните Жак Мюса да который обладает таким стилем такой улыбкой и таким взглядом что можно простить ему абсолютно все там неудачные коллекции или какой-то некачественный крой в общем Вика это безусловно девушка у которой очень яркий личный стиль я также оставлю вам ссылку на нее обязательно посмотрите вообще если честно сейчас же уже такое очень сильное разделение идет стилистов есть стилисты которые работают фэшн да истории фэшн эстетики есть стилисты которые работают в коммерческом сегменте есть стилисты которые работают с частными клиентами мне кажется у Вики безусловно очень классно бы получилось поработать с артистами поэтому если меня сейчас кто-то смотрит кто имеет отношение к этой индустрии обратите внимание на Вику мне кажется она делает как раз таки то что очень подошло многим бы певицам и для их личного контента Вика была бы конечно безусловно идеальным вариантом насколько я знаю Вика и так занимается контентом различных девушек ну просто частных клиенток у нее бы сто процентов получилось Вика если ты посмотришь этот эфир я тебе правда рекомендую попробовать себя в этой истории следующая девушка о которой безусловно очень хочется рассказать это Лера Пекарская Лера также закончила курс если я не ошибаюсь около двух лет назад Леру включили в рейтинг лучших стилистов по моему в разделе если я не ошибаюсь такие самые перспективные Лера также пока фриланс но знаете тоже такая история про фриланс она интересная потому что сейчас столько журналов закрываются и люди которые работают в хороших изданиях они безусловно дорожат своими местами и если раньше можно было работать и там и там и там то сейчас к сожалению даже какие-то большие интернет издания они стараются работать со стилистами как сказать ну то есть не иметь штатного стилиста а работать с приглашенными стилистами одну секунду сейчас не нужно мне кажется этому человеку нужно срочно выйти извините извините лера сняла очень много классных историй для проекта строго винтаж строго винтаж это еще одна большая моя любовь и мне кажется любовь всех кто учился когда-либо в салтной студии потому что если вы знаете я очень радею за осознанное потребление мне кажется что мы сейчас слишком много покупаем одежды в масс-маркете слишком много ненужной одежды и вот такие винтажные проекты это очень ну очень важная история и это очень модно поэтому не бойтесь если вы никогда не носили винтаж если у вас отношение к этому что это секонд-хенд и вы не хотите донашивать какие-то вещи за другими людьми это абсолютные безусловные предрассудки пересмотрите отношение к этому и посмотрите кстати фильм который называется реальная цена моды возможно он как-то на вас повлияет и на ваш гардероб в том числе это все лера мне недавно задали вопрос кстати очень интересно я читала лекцию есть такой новый проект лекторий о моде fashion to know кстати тоже проект нашей выпускницы вики в общем то девушка спросила вот вы так много рассказываете делитесь информацией вы не боитесь конкуренции на самом деле для меня я себя определяю в первую очередь как наверное преподаватель и создатель образовательного проекта и уже потом как стилиста может быть до блогера и так далее и тому подобное поэтому для меня это самый большой кайф это самая большая награда когда я вижу что наши девчонки добиваются успехов когда они перерастают нас когда уже мы хотим что-то от них взять и как-то у них чему-то научиться поэтому безусловно я не боюсь делиться информацией это в принципе моя основная задача и я очень рада что пока получается пока получается есть результат следующая девушка о которой я хочу рассказать это Александра Фидо Саша классная Саша приходила к нам учиться три раза почему три раза у нас в школе есть такая история как безлимитное обучение если студент один раз заплатил за свой курс он имеет право пройти его повторно через год через два через три а как вы понимаете все очень сильно меняется информация также добавляется перерабатывается например наш курс три года назад и наш курс сейчас это совершенно вообще разная история поэтому Саша приходила наверное с интервалом год несколько раз и каждый раз она меня поражала насколько у нее развито ощущение прекрасного и как она хороша одинаково хороша и в персональном стайлинге и в фэшн стайлинге у Саши свой проект который называется Камильфо это комиссионный магазин в Санкт-Петербурге и помимо того что у нее два таких магазина она еще устраивает очень важный фестиваль который называется Big Resale Weekend это также про осознанное потребление вообще Саша это человек мотор у нее 2 ребенка у нее 2 магазина каждый четверг она проводит прямые эфиры из магазина показывая новинки потому что в комиссионном магазине эти новинки приходят постоянно я совершенно не понимаю как она все успевает но она постоянно развивается сейчас она стала ездить за границу и также привозить какие-то интересные вещи оттуда в общем Саше горжусь горжусь что уже после такого большого количества времени нашего знакомства она стала моим другом она это часто у нас софтмейт бывает абсолютно у нас все здесь переплетается мы всегда на связи мы остаемся и друзьями и коллегами я этому безумно рада потому что у меня такая классная работа в общем здесь Саша в процессе стайлинга и если вы помните мы проводили форум для стилистов вот это была наша заглавная картинка форма это также Сашина работа Саша стилизует как и характеризовал наш администратор курса очень смело обратите внимание на вот этот так называемый не целевой предмет это пяльца с шелком с каким-то декоративным элементом мне кажется очень интересно выглядит вот так в общем надеемся на нашу дружбу в дальнейшем я уверена что еще много интересных проектов от Саши мы увидим и узнаем следующая девочка о которой просто нельзя не сказать это Даша Леушина возможно многие из вас подписаны на Дашу Даша училась у нас на курсе очень давно мне кажется не менее четырех лет назад даже приехала из Нижнего Новгорода и прошла у нас курс по фэшн стайлингу когда вернулась обратно и это кстати очень частая история если кто-то смотрит с регионов когда девчонки приезжают учатся и увозят какой-то новый опыт новые знания к себе в город и начинают уже там развиваться в данной сфере в общем она делала и фэшн съемки потом через какое-то время также начала работать в школе стилистов и стилизовала съемки рассказывала также про фэшн стайлинг и совсем ну не так давно в рамках в рамках времени в рамках жизни она открыла магазин который называется Studio Select если будете в Нижнем Новгороде обязательно туда зайдите это классное место и помимо того что она открыла свою студию с корейскими российскими дизайнерами недавно они стали шить свою одежду вот собственно Даша а вот например костюм ее дизайна который мне очень понравился он заявлен был как костюм трансформер потому что его можно сочетать совершенно по-разному и выглядит очень здорово в общем сейчас насколько я знаю Даша ведет и свои онлайн курсы и она делает обучение в Милане она также занимается своим магазином она ведет ютуб канал она работает частными клиентами она по-прежнему стилизует съемки в общем настоящий такой мульти мультизадачный человек и опять нельзя не сказать что мы ей очень гордимся и сейчас конечно Даша уже наш такой друг давайте поговорим еще об одной девушке это Таня Семенькова Таня также заканчивала курсы около четырех лет назад это было зимой и впоследствии вы наверняка возможно кто-то из вас знает Таню по ее инстаграму я люблю людей вообще Таня по образованию историк искусства я не раз говорила о том что конечно для стилиста художественное образование либо образование в сфере искусства это безусловно самый лучший самый мощный фундамент который может только быть потому что после такого образования достаточно действительно вот таких курсов как у нас чтобы понять техническую составляющую чтобы понять как работать с приемами как работать с чистыми стилями как организуется съемка и успешно практиковать в общем Таню мы отправили на стажировку если я не ошибаюсь тогда еще это были журналы вроде Вандерзин и Афиши когда еще там работала Алиса Ива прекрасная наша любимая Таня нет извините мы по-моему Таня попала на стажировку в журнал Афисье осталась там и проработала около трех лет и из стажера она перевезла в редактора отдела в редактора отдела моды собственно и была в этой должности несколько лет сделала много очень красивых съемок в рамках этого проекта но к сожалению недавно она покинула этот пост она уволилась ушла в свободное плавание и кстати это подтверждает как раз таки тенденцию того что многие люди сейчас многие специалисты сейчас предпочитают уходить фриланс даже из самых классных журналов потому что все хотят построить свой личный бренд в фэшн индустрии люди уже не так сильно хотят работать на какой-то издательский дом они хотят быть частью да какой-то шестеренкой этого огромного механизма хотя безусловно работа в журнале она дает неимоверный опыт это по сути как катализатор ведь например за три месяца за полгода или за год можно получить такой опыт который на фрилансе вы сможете накапливать достаточно долго следующая девушка которой нельзя не рассказать это конечно Залина Залина Шакарова Залина училась на курсе вместе с Дашей Леушиной это было опять таки порядка наверное четырех лет назад когда Залина пришла ко мне я помню что помимо того что она конечно была очень талантливой она была очень хорошо организованным человеком это кстати для стилиста тоже безумно важно потому что насколько вы хорошо организованы вау у нас мне кажется каменкаут здесь произошел в комментариях насколько вы хорошо организованы тоже определяет вашу карьеру много талантливых ребят которые не имели вот этого знаете внутреннего контроля к сожалению сошли с дистанции Заля сейчас не только стилист она персональный стилист она фэшн стилист и самое главное она контент директор бренда My812 я уверена что возможно где-нибудь вы видели эти красивые картинки которые были сняты например в Нормандии Залина сейчас ведет у нас курс о контент стайлинге она рассказывает о том как хорошо снимать изображение не только с помощью в команде с фотографом но и как их делать на телефон как правильно отображать визуально концепцию бренда а вы знаете да сейчас к сожалению очень много очень много контента и он становится однообразным например переодевание возле рейла или не знаю какой-то стрит стайл в пальто в общем ты когда листаешь ленту ты совершенно не понимаешь где заканчивается контент одного магазина начинается другого а где блогер это конечно большая проблема что мы живем в таком информационном потоке и безусловно нам необходимо как-то наверное выделяться выделяться очень сложно вот как раз Залина рассказывает о том как им удалось бренду создать свою неповторимую эстетику которую сейчас копируют многие магазины и пользуясь случаем хочу сказать что у нее будет курс в Москве 11 февраля если я не ошибаюсь мы стартуем сразу после нашей поездки в Антверпен еще есть места и Залина к сожалению не может приезжать очень часто в Москву так как она живет в Питере в общем обязательно сходите к ней поучиться потому что это знания которые в 2019 году будут очень полезны не только для дизайнеров стилистов но и вообще для людей которые занимаются развитием своей личной страницы и хотят построить бренд свой собственный кстати Залина также работала контент менеджером контент директором таких брендов как G31 музей Lens Studios я абсолютно точно уверена что петербуржцы знают этот бренд но я думаю что и москвичам он тоже знаком следующая девушка о которой хочется сказать это конечно Света Михайлюк Света Миха те кто работает в сфере стайлинга конечно безусловно ее знают Света активно сотрудничает с различными журналами вот вот она сама кстати в журнале Андерзин рубрики гардероб Света поработала в журнале также SNC такие снимки у нее вообще Света также закончила курс около 4 лет назад была на одном потоке в стане Семеньковой впоследствии мы Свету порекомендовали для стажировки в Андерзине и она была таким ответственным правильным вежливым стилистом что ей удалось в принципе из этой одной стажировки в принципе в дальнейшем построить свою карьеру вообще Свете я очень благодарна Света сейчас уже не просто наша выпускница Света работала у нас таким продюсером и привнесла очень много в нашу школу она можно сказать обновила освежила ее взгляд и и я ей безумно благодарна за это как и всем ученицам которые приносят что-то свое и помогают нам становиться более современными вообще она работает на большое количество брендов не всегда выкладывает какие-то свои коммерческие проекты но также я вам оставлю ссылку на Свету и рекомендую изучить ее кстати есть такой интересный парадокс в основном те люди которые очень серьезно занимаются модой у них как правило они не так активно обновляют контент на своих страницах потому что безусловно есть стилисты блогеры есть там персональные стилисты есть фэшн стилисты которые действительно работают на журналы и у них у всех абсолютно по-разному выстроена концепция ведения инстаграм и я замечаю часто что очень круче стилист тем более у него такая концентрированная профессиональная аудитория и не так много лишних людей соответственно не такое огромное количество подписчиков так ну что и конечно хотелось бы рассказать про Татьяну Никейцеву Таня не только наш преподаватель по персональному стайлингу но она еще и наша выпускница Таня приехала к нам из Владивостока по-моему три года назад летом в Питер и я сразу что-то увидела в ней я почувствовала что этот человек может стать частью нашей команды и по окончании курса мы договорились что обязательно сделаю ей какое-то предложение в рамках школы и она приехала к нам буквально через несколько месяцев со своим курсом в общем так она нам очень понравилось и ей и нам и Тане переехала и внесла тоже огромный взнос в нашу школу потому что у нас появилось направление персональный стайлинг которого до этого не было мы делали только фэшн истории и это здорово потому что я вижу как она растет развивается и мне приятно осознавать что это тоже моя выпускница пусть она не занимается фэшном но она все равно наша как бы всех своих держим возле себя и это конечно далеко не все у нас еще огромное количество выпускниц о которых я буду рассказывать я не знаю насколько это интересно именно аудитории которая подписана лично на меня потому что чаще всего я делаю такие эфиры в аккаунте школы но тем не менее мне хотелось бы чтобы вы знали и понимали чем я занимаюсь сейчас я отвечу на несколько вопросов которые у меня были которые были заданы вами лично в инстаграм первый вопрос просто очень популярный сразу на него отвечу всем очень нравится эта сумка спрашивают что за бренд это сумка бренда кожа numbers я так понимаю что одна из основательниц этого бренда это русская девушка которая переехала жить в америку по моему это калифорнийский бренд ну где то где тепло каждая сумка изготавливается вручную в очень небольшом количестве это также не противоречит истории про осознанное потребление продаются в магазине мод бренд это не реклама я кстати если вы заметили по моему аккаунту я не делаю рекламу в принципе я только освещаю какие-то свои проекты поэтому все о чем я говорю это то что я люблю ношу и то что я купила сама за свои деньги кстати этот бренд в россию привезла также девушка которая является нашей выпускницей она работала байером в магазине после нашего курса она работала байером в магазине мод бренд и эти сумки привезла я сразу себе купила потому что мне безумно понравилось ой ну как вы достали парни вот вам не лень сидеть и это все писать лучше бы чем-нибудь полезным для общества занялись так следующее о чем я хочу сказать да был такой вопрос будет ли обзор выпускников курса персональный стайлинг обязательно сделаем просто я девчонок с персонального стайлинга не так хорошо знаю как своих девушек с курса фэшн стайлинг но раз такой запрос есть конечно я попрошу Татьяну чтобы мы составили какой-то список и осветили наших успешных талантливых девчонок так также был вопрос по поводу что будет на курсе контент стайлинг мы завтра в аккаунте школы self-made studio сделаем прямой эфир с Алиной Шакаровой я буду задавать ей вопросы если у вас будут какие-то свои вопросы также пишите не стесняйтесь мы обязательно зададим и из этого прямого эфира будет понятно что вас ждет но уже сейчас на сайте self-made studio.ru есть расписание есть темы которые будут освещаться если вы сравните например расписание фэшн стайлинг и контент стайлинг вы поймете что они абсолютно разные они охватывают разные темы и в принципе выпускаются и разные специалисты так на это ответила на это ответила да еще был вопрос по поводу наших туров по поводу туров в Лондон спрашивают подходит ли этот тур только для стилистов насколько в общем в общем я не знаю точно знаете ли вы про этот наш новый проект мы решили что нужно уже выходить за рамки российского модного бизнеса потому что не всегда он как-то адекватно и объективно развивается и брать опыт у иностранных коллег и иностранных преподавателей поэтому мы задумали тур обучающий в Антверпен и тур в Лондон где мы будем встречаться с профессионалами из индустрии они будут читать нам лекции мы будем посещать инсайдерские места мы проведем съемки в общем это будет очень здорово так вот тур в Лондон конечно рассчитан не только на стилистов он очень подойдет во-первых и фэшн стилистам потому что у нас будет встреча с людьми которые работали например для журнала интервью которые работали с Александром Маккуином и на различных проектах такого уровня он будет полезен персональным стилистам потому что мы также будем встречаться со стилистами которые были создавали персональный стиль для таких артистов как Ариана Гранде Ферги Джон Ледженд Анаталии Брулия и безусловно это очень классный опыт это будет интересно людям которые хотят пошопиться пошопиться потому что мы пройдемся по лучшим концепт-сторам зайдем винтажные магазины зайдем обязательно на легендарные улицы где шьют костюмы по меркам и поверьте шопинг в Лондоне очень классный чего стоит только один четырехэтажный топ-шоп в котором есть абсолютно все там даже женские туфли если я не ошибаюсь продаются до сорок третьего либо сорок четвертого размера там есть кафе там есть салон красоты в общем топ-шоп британский это что-то с чем-то конечно тур подойдет людям которые в принципе улюблены в Лондон в эту эстетику а если вообще задуматься то в принципе Лондон очень много дал стилистических направлений очень большую роль сыграл это и фотограф Бейли если вы не видели посмотрите фильм называется «Мы покорим Манхэттен» там очень сильно показано британское влияние да в принципе вообще 60-е это такой золотой век Британии это Грейс Кодингтон это становление Анны Вентур это и панк и стиль Тейзи Боев и вообще много-много всего и подойдет конечно и для дизайнеров потому что мы будем встречаться с дизайнерами которые построили успешную карьеру возможно даже это будет российский дизайнер которого офис в Лондоне и да в целом очень-очень много для кого для блогеров подойдет этот тур потому что мы будем ежедневно нас будет сопровождать фотограф Есения Есения снимает стрит стайл на неделях моды публикуется например в бюро 24 на 7 Есения будет снимать нас ежедневно на стрит стайл сессиях мы пойдем на London Fashion Week Festival где познакомимся также с дизайнерами будем присутствовать на показе послушаем лекции мне кажется звучит здорово ну что я думаю что я ответила на все вопросы точнее на все вопросы которые были заданы ранее сейчас я посмотрю что у нас что у нас еще здесь есть как опять начать делать съемки если уже 3 года этого не делала Женя я тебя считаю очень талантливой девушкой и я периодически про тебя спрашиваю я знаю что ты если я не ошибаюсь сейчас работаешь визуальным мерчендайзером в крупной компании я тебя жду бесплатно когда ты будешь в Петербурге пройти курс заново ты это можешь сделать поэтому не откладывай приходи я буду рада тебя ввести обратно в колею курс очень изменился с того момента как ты заканчивала ты же была по моему однокурсницей Залины и Даши если я не ошибаюсь в общем приходи не стесняйся буду тебе безумно рада так Дмитрий ну вы вообще во сколько эфир я думаю что это будет вечерний эфир мы дополнительно сообщим сегодня в сторис вечером так так Дмитрий у вас потрясающая была встреча большое спасибо я конечно так не считаю но это очень приятно повторите пожалуйста имя прошу прощения я когда рассказываю не смотрю какие комментарии мне приходят и если вам не сложно напишите еще раз какое имя вас интересует так здравствуйте здравствуйте как тебе здорово было с окна спасибо я просто на ночь заплела косичку она осталась и вот я решила ничего не делать как принцесса из мультика спасибо знаете это как-то всегда так бросает из стороны в сторону то хочется быть такой интеллектуалкой с зализанными волосами то хочется быть принцессой из мультика и мне кажется мы живем в такое благодарное время когда так много трендов и в принципе и то и другое и третье востребовано и ты можешь себя в разных образах представлять ну что по-моему я ответила на все вопросы их было не так много ну что есть какие-то да Дмитрий у меня есть парень у нас все хорошо так когда в Питере будет курс по контент стайлингу пока точно не могу сказать но я думаю что весной наверное как только Залина вернется и как только она будет не так загружена своей основной работой мы попросим ее сделать этот курс Женя с радостью приду ну все я тебя жду смотри так Дмитрий ну это вообще какой-то кошмар в общем пока Дмитрий не забросал меня окончательно комментариями если у вас есть вопросы задавайте если нет вопросов то я обязательно буду делать эфиры почаще возможно в следующий раз на какие-то темы может вас интересует какая-то литература это в принципе самый популярный запрос какие книги почитает какие книги посмотреть возможно вас интересует что-то личное что обзор по моим сумкам я заметила что это самый популярный обзор по сумкам обзор по гардеробам это такое знаете радость обладания без обладания спасибо большое что смотрели меня я сохраню эфир в общем хорошего вам воскресенья отдохнуйте завтра с новыми силами пойти на работу до свидания 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 до свидания